здравствуйте и за подписчики моего канала вот тут комментарии это клиника конкретная клинический случай никто под ником изо льда написал так дуэра относительно магов мое мнение такое настоящий маг обязан ночью один сходить на кладбище для проверки себя вот я не маг но я ходил сделай стрим пообщаемся ну вот как можно охарактеризовать какой касте ну 2 каста пройдено да потому что автор комментарии считает себя умнее всех из чего это исходит он пытается манипулировать у меня есть изречение ложь сам шантаж и провокация это все манипуляция но он хочет справа скрывать меня да то есть это вторая каста с переходом в гопники год ником он притязает из чего я исхожу когда говорю про это да потому что он до того тут накидал целую кучу комментариев с оскорблениями со всякими автор комментов касте из драма выслейших людей которые не делают по национальному и религиозными в отличие от автора канала мобеды из касты олбаев 38 уровня до вывод из касты анального проникновения ну всякие вот такие оскорбляют тут и тут пытается мною манипулировать ну во первых для самоутверждения подростки обычно идут на кладбище на кладбище ну и федоровское кладбище я проходил ночью в одиночку естественно еще 1987 году когда шел из общаги копера в общагу коргу который на его востоке где-то пол первого я пошел пешком абсолютно трезвый потому что меня ждала сестренка и чтобы она не переживала я решил вот прийти к ней потому что сотовых телефонов тогда не было я перешел через мост потом шел по той улице мимо 16 тюрьмы где автопарк повернул направо дошел по прямой дочетской улице отчетской дошел да вот где она поворачивает направо и дальше вот чтобы не обходить аж через эту волочаевскую потому что там был канал тогда иртыш караганда и был глубокий я решил сократить дорогу и пошел напрямик и там был шлюз но я вышел на мост такой узкий мост из труб хорошо что он были перила потому что мост играл качался и было темно и когда этот мост переходишь как раз попадаешь на федоровское кладбище вот я через него и прошел без всяких этих без всякой дрожи без всего потому что просто не хотел обходить круг делать побыстрее прийти к сестре чтобы она за меня не переживала что я где-то подрался с кем-то там толпа на меня напала всякие такие вещи 1999 году я трое суток сидел на кладбище в степи на могиле деда и праведы лежат братья их ну все толпа и была луна не полная там туча такая накатывала и волчьего и вот тогда да чего мертвых то бояться вот то волков надо бояться я решил что если они приблизиться эти волки и я побегу там мазар был одного из младших братьев прадеда и он был построен таким образом что вот куски такие толстые ветви деревьев вставлялись ну для упора и купол был такой острый остроконечный я думал забегу туда закроюсь изнутри и если не успею закрыть дверь изнутри той заберусь по этим веткам наверх волки не доставлю ну это был такой потом девятом году я повторил но там уже рядом поселился какой-то фермер который разводил овец а так это в пяти километрах от села потом я как-то ездил на могилу прадеда и прабабушки пустока памятники поставил приехал ночью в 11 12 это так автобус приходит всю ночь был на могиле устал до того что мне захотела спать я зашел и лег между могилами прадеда и прабабушки и уснул проснулся то что замерз ну утром встал и в 7 утра там весь автобус обратно уехал да то есть родственникам даже заходить не стал так что ходил я на кладбище автор этого комментария это явно подросток прищавый подросток у которого вот от этих комментариев видно да что у него комплекс неполноценности он шовинист потому что вот и него комплекс неполноценности перед аульными ребятами казахами байма бед ну это вот вот это да аульных ребят есть за что бояться помню мой сын говорил что аульные ребята казахи они как латиносы играют футбол жестко ну почему они действительно привыкли к физическому труду и крепкие но делятся на две категории есть такие ребята типа шакалов который сбивается в толпу и толпой бьют а есть другой тип психи и одиночки которые в одиночку идут на толпу ну вот эти психи одиночки не так опасны как эти шакалы потому что жена для шакалов по барабану в городе они себя чувствуют безнаказанным и они вот обычно трамбуют кто под руки попадется и у автора комментарии конкретный комплекс вот перед такими ребятами то что он подросток это и так видно прыщавый подросток как на которую на которую девчонки